В одном из залов Третьяковской галереи в инженерном корпусе продолжает работу выставка из фондов Чувашского государственного художественного музея. Напомним, она открылась в марте в рамках проекта «Золотая карта России». Но, к сожалению, практически сразу после этого галерея вынуждена была закрыть залы из-за пандемии. С начала июля Третьяковка вновь принимает зрителей, и наша экспозиция пользуется в них успехом. Уже на открытии выставки было понятно, что зрители восприняли ее как яркое событие в культурной жизни. Это неудивительно. Чувашский государственный художественный музей располагает богатой коллекцией русской живописи 18-20 веков. На экспозиции в Третьяковке представлены и Тропинин, и Крамской, и Перов, и Левитан, и многие другие мастера. Достойное место в этом ряду занимают и чувашские художники Кокель и Сверчков. И знакомство мы старались, всегда приезжая в регионы, в музеи, все-таки понять, были ли там художники. Поскольку мы ограничены временем, до начала 30-х годов, были ли там художники, которые обучались в Императорской академии художества. Если таковые там были, то и были их работы, то мы, конечно, всегда представляли их на выставке. Вот в данном случае два художника, один и вообще первый профессиональный художник чувашский, это было не только важно отобрать на эту выставку, но и важно, наверное, для истории искусства чувашского. Проект «Золотая карта России» начался 20 с лишним лет назад, и за это время в Третьяковке прошли 38 выставок из разных регионов страны. Наша экспозиция посвящена столетию чувашской автономии и включает 76 произведений. Практически все они перед выставкой отреставрированы в мастерских центрах имени Грабаря в Москве, одеты в новые рамы. Из-за того, что Третьяковка закрывалась на время коронавирусного карантина, работу экспозиции Чувашского художественного музея продлили до 16 августа.